Из 15 входящих в состав Чертковского района поселений, добрую треть возглавляют женщины. Во главе исполнительной власти района тоже стоит женщина. Ольга Ивановна Подгорная пришла к руководству сначала по результатам выборов, а после очередной реформы местного самоправления стала главой администрации, получив мандат от депутатов районного собрания. Уже многие годы Подгорная держится правило регулярно отчитываться перед жителями каждого из полутора десятков поселений района. Основное внимание уделяют местным проблемам, но обязательно рассказывают о том, как развивается район, каким ориентиром стремиться. Я отчитываюсь один раз перед населением и перед районным собранием депутатов. Пытаемся показать, что делается именно на территории Чертковского района. В своем докладе я остановлюсь на особо значимых позициях. Если буквально несколько слов скажу о бюджете, о том, что доходы консолидированного бюджета за истекший период исполнены в объеме 1,4 млрд. или 71% к уточненному годовому плану. Было на 1 ноября. Я еще раз повторюсь, сейчас ситуация уже другая немного. Собственные доходные источники поступили в сумме 187 млн. Расходы произведены были в сумме 1,62 млрд. или 66% годовому плану. В текущем году из областного бюджета предоставлены субсидии в размере 330 млн. 800 тысяч. С учетом запинансирования из местного бюджета мы добавляли 8,4 млн. В целом у нас, если говорить за сельские поселения, у нас очень сложная ситуация с финансами в этом году была в Алексеево-Лазорском, Шептуховском, Михаило-Александровском поселении, в котором была оказана финансовая помощь в сумме порядка 1,5 млн. рублей каждому. И Сахрановское и Кутенниковское поселения дополнительно получили по 400 тысяч финансовой помощи. Это все было по состоянию на 1 ноября. Редактор субтитров А.Семкин